Слушайте доктора Вы знаете, Светлана, вот прежде чем представить гостя, надо сказать, что бытует мнение, самая зверская боль это зубная боль. Но это говорят те, кто не испытывал боль от мочекаменной болезни, когда идёт камень. Я так думаю. Я, к счастью, не знаю между ними разницы, но так или иначе мои коллеги рассказывали. И я думаю, что сегодня у нас в гостях заведующий как раз урологическим отделением 6-й городской клинической больницы Балдин Алексей Витальевич. Алексей Витальевич нам расскажет, почему же боль такая выраженная, насколько распространены, какие новые технологии. Но перед этим я хотел бы спросить. Мы знаем о том, что до того, как произошла такая реорганизация городского, скажем так, здравоохранения, в общем-то, существовало два урологических отделения, да? Да, совершенно верно. Вот, и эти два урологические отделения, это была на тот момент горбольница, сейчас это 9-я городская больница, да, и горбольница номер 6. То есть, примерно занимались одним и тем же, да, но, в общем-то, сейчас я сам был, в общем-то, Алексей Витальевич, не пациент, а, в общем-то, был в гостях, прекрасный специалист. И, в общем-то, я был удивлен, это большое, просторное, оснащенное отделение, ну, в общем-то, а чем сейчас занимается ваше отделение? Вот объединенное, большое, ну, назовем так, единственное, да, в городе, ну, за исключением там областной клинической больницы, да, урологическое отделение? Да, действительно, в системе оптимизации здравоохранения были объединены два отделения, горбольница номер 9 и горбольница номер 6. То есть, в настоящее время отделение функционирует на 65 коек круглосуточного стационара и 8 коек дневного стационара, где люди могут пройти не без круглосуточного хождения, а определенное урологическое специализированное обследование и лечение. То есть, в настоящее время, в связи с тем, что мучекаменная болезнь вообще распространена среди пациентов, это примерно 3% населения страдают, то есть, 30-40% населения, которые обращаются по экстренным показаниям в урологии, это пациенты с мучекаменной болезнью. Также наш климат в Кировской области достаточно суров, то есть, в солнечный день мало, и достаточное количество пациентов с воспалительными заболеваниями мочеполовой системы. Это воспаление почек, мочевого пузыря, предстательной железы, половых органов, то есть, мужских половых органов. Встречаются пациенты и с врожденными дефектами развития мочеполовой системы, также попадают с онкопатологией. Вот скажите, Алексей Витальевич, вот Вы работаете, дежурите круглосуточно? Да. Каждый день? Да, да, да. Принимаете пациентов, а вот из того, что Вы перечислили пациентов больше, с какой патологией? Все-таки мочекаменная болезнь преобладающая процент пациентов, то есть, в связи с тем, что боли возникают резко, внезапно, пациенты обращаются чаще всего по скорой медицинской помощи, то есть, это преобладающее количество пациентов обращений. Знаете, я помню вот такую картину, когда я был еще студентом, естественно, подрабатывали, я подрабатывал санитаром, подрабатывал на скорой помощи, такая характерная картина, когда приезжаем кому-то на вызов, и открывает родственник, и лежит человек в ванной, а в ванной он лежит в горячей, почему? Потому что, в общем-то, камень пошел, да? Вот так были технологии тогда, я знаю о том, что было в 9-й, ну да, в 9-й городской клинической больнице старый литотриптор, уникальный препарат, в общем-то, ну и сейчас... Что это такое, камни-дробилка какая-то? Да, камни-дробилка, потому что оперировать, наверное, нужно не каждый раз, и Алексей Витальевич нам расскажет. И про мочек каменной болезни, вы не поверите, я вспомнил 2 дня назад, по-моему, это было, когда мы стоим с моим коллегой в операционной, и я говорю, что такое замоченный? Он говорит, да камень пошел вечером. А это мой ровесник, да. В преддверии нашей программы. Так вот, болезнь помолодела, насколько она распространена? Нет, болезнь занимает, то есть страдают 3% населения, достаточное количество процентов, то есть, учитывая даже жители Кирова, болезнь страдают и дети в том числе, то есть, возраст не имеет значения, то есть, вот, начиная примерно от 9-10 лет и до самой старости. Страдают чаще мужчины, то есть, процент, но, к сожалению, у женщин более тяжелая форма. Заметьте, Светлана, мужчины чаще страдают, это опять, опять. Еще не вечер, я уже выяснила до программы, что будет и в нашу сторону. Мужчины страдают мочекаменной чаще. Да, но женщины у них более тяжелая форма, то есть, особенности питания, особенности жизни. Они ведут нездоровый образ жизни, а женщины все-таки более здоровый образ жизни. В принципе, да, то есть, женщины все-таки следят за собой. Но женщины тяжелее страдают. Почему? То есть, если начинает развиваться нарушение обмена веществ, то есть, женщины не контролируют, женщины достаточно терпеливые, вовремя не обращаются, опять же, не выявляют, то есть, и уже запускают. Они запускают, болевой порог, и в связи с этим запускаются болевания, а мужчины бегут сразу же. Ну вот, все-таки, да, поговорить хочется о технологиях, в общем-то, а если возникает вот такой приступ мочекаменной болезни, да, наверное, камень пошел. Горячую ванну стоит ложиться? Тот пример, который я привел сейчас, что актуально, как правильно поступить? Нет, правильно поступить все-таки надо, прежде всего, снять боли, то есть, да, горячая ванна помогает, но не всегда. До приезда скорой. До приезда скорой, да, то есть, если есть какие-то домобезболивающие препараты, анальгетики, то есть, можно выпить таблеточку, при этом, если нет рвоты, как правило, на фоне боли, а боли самые сильные, которые могут возникнуть у человека, даже по сравнению с зубной, то есть, чаще всего еще развивается рефлекторная рвота. То есть, в принципе, ванна, да, и ждать приезда скорой, чтобы сделали укол. Таблеточку какую нужно выпить? То есть, обезболивающие дома, что есть, то есть, это может быть и темполгин, анальгин, нож попринять, то есть, тоже, чтобы снять спазм. Вот, а боль, она какая характерная? Боли, они... И положение, которое было бы ему удобно, там, в зависимости, в отличие от других хирургических патологий, то есть, можно принять какую-то позу и боль успокаиваться. Здесь же человек просто мечется, лезет на стены и больно... А почему нельзя терпеть? Почему это опасно? Что получается? У нас нарушается полный пассаж отток на чипа, на четочнику, то есть, почка, в общем-то, замкнута, да, на нем? Снижение функции почки происходит, то есть, на фоне болевого синдрома резко повышается давление, а если пациент более возрастной, то это чревато осложнениями в плане сосудисто-сердечных заболеваний, то есть, провоцировать, может быть, инсульт, инфаркт, то есть, боли терпеть нельзя. Вот про болевой порог я сейчас вспомнила тоже про мочекаминную, последний мой визит к моему парикмахеру, он, кстати, моложе меня, молодой человек. Мужчина. И он рассказывал, да, он рассказывал, как он там буквально за несколько недель до моего прихода, прямо на рабочем месте, он стриг клиентку и сказал, мне придется отложить ножницы, я чувствую, пошел камень. Я, говорит, отложил ножницы спокойно, там, вы, говорит, не пугайтесь, все хорошо. Сейчас он пройдет? Значит, нет, он позвонил в скорую и, значит, уехал. Но он просто так рассказал, я, говорит, не пугайтесь, пошел камень, сказал он, вот такой. Это пациенты, кто со стажем, а кто первый раз, они очень пугаются. Третий и последний, как он сказал. Я просто спросила, почему ты их не дробил? У меня сразу вот в голову пришло, он говорит, это был третий и последний, я его ждал. Ну, не все камни подлежат дроблению, то есть есть определенные показания. Вот мы мягко перешли к тому, а что сейчас можно сделать с ним? Вот камень есть, он как бы пошел, и какие есть варианты, да? Да, то есть варианты лечения, их несколько, то есть надо диагностировать, то есть где камень, какой камень и размеры камня. То есть иногда просто маленькие камуши, которые движутся по мочеточнику, он нуждается только в камнеизгоняющей терапии. То есть они самостоятельно отходят, там, можно камень гнать до 2-4 недели, если нет никаких осложнений. Что это значит, гнать камня? Гнать – это принимать специальные литолитические препараты, то есть камни изгоняющие, камни растворяющие, чтобы он вышел естественным путем, без всяких вмешательств. То есть, грубо говоря, чем больше камень… Они уменьшают камешек и позволяют ему свободнее выйти. Да, то есть свободнее выйти, они способствуют тому, что он движется в сторону… Положенную ему. Положенную ему, да, наружу из организма. Вот, то есть если же камень достаточно крупный, то есть есть методы дистанционной литотрепсии, то есть это дробление без внутреннего вмешательства в организм. То есть раньше вот в 9-й больнице было так называемое мокрое дробление, когда человека погружали в ванну. Сейчас у нас в 12-м году в 6-й горбольнице появился аппарат для дистанционного ударного иновой литотрепсии. То есть человек, когда ложится на стол, ему под рентген-узи-контролем наводят специальную, так сказать, подушечку, через которую передается гидроудар в направлении камня, и камень просто внутри организма разваливается. Подождите, как это? То есть тело при этом, что с ним происходит? С телом ничего не происходит. В одном месте множество волн потенцируется, и происходит взрыв. Да, то есть... Где взрыв происходит? В организме. В организме происходит взрыв. То есть удар направлен на камень. На камень. Узконаправленный удар. А, подождите, а вы еще раз говорили про то, что раньше пациента в ванну погружали. А там что происходило? То же самое, только там была среда, непосредственно заполнялась вокруг пациента. А здесь же она... Человек лежит в воде. Человек лежит в воде. Какие-то волны прогоняет через эту воду. Если сказать так. Чтобы наши слушатели и Светлана... Ну тогда это был не узконаправленный удар. Я так понимаю, много-много волн, которые сходятся в одном месте в области камня. Да, и их сила, да, как раз вот этих колебаний в одном месте резко она возрастает, и камень может... Да, фрагментируется, то есть разваливается. До чего наука дошла? А потом уже мелкие фрагменты человек точно так же выгоняет, естественным путем смочу. А дальше уже... А если про мазать, хочется спросить Светлана. Да. Дмитрий Саныч знает, что я хочу спросить. Как правило, случаев таких не было. Не было таких. То есть удары достаточно щадящие. То есть человек их, в принципе, не ощущает. Ткани, почки, околопочные. То есть в этот момент он не ощущает ничего. Он чувствует лёгкие толчки внутри себя. Лёгкие толчки внутри себя. Да. И в этот момент робится камень. Да, она проводится без наркоза. Ну, это такая очень изящная, щадящая, деликатная процедура, да, которую выполняет специалист. Не говорите, да, тут всё малоинвазивно, вот оно где. Всё хорошо, красиво. То есть если дистанционная литотрепсия не показана, то мы прибегаем непосредственно к эндоскопическим оперативам, то есть вмешательством во внутрь организма. А, следующий этап. Следующий этап, да. А когда не показана вот такая щадящая письма? Когда камень, например, находится в нижней третьей мочеточника, когда он ослаивается на кости таза, опять же. Потому что удар может пойти не по камню, а непосредственно мимо него в кость. То есть тогда мы прибираем... Раздробим кость. Ну, кость не раздробим, но эффекты от дробления не получим. То есть есть определённые показания. Тогда вводится специальная видеоэндоскопическая оптика через естественные мочевые пути. Под наркозом? Да, это делается под наркозом. То есть камень дробится контактно. Вот как рабочие гастарбайтеры отбойным молотком асфальт дробят, точно так же доктор дробит камень, и фрагменты все достает наружу. Но ведь это не через разрез, это всё-таки через естественные пути. Опять, опять щадящий способ. Да, да. В некоторых случаях приходится, к сожалению, прибегать и к операциям с разрезом. Да, это уже что за стадия такая? Это когда есть гнойное осложнение, когда уже нельзя тянуть, то есть надо непосредственно делать разрез, выбирать камень одним блоком. То есть это пациент в тяжёлом состоянии. И не важно, какого он размера, это именно вот гнойный, как это называется, абсцесс? Да, то есть это называется атака пилонефрита абтуррационный. То есть если не даётся провести стенд или поставить трубочку через прокол в почку, то есть через кожную пункционную нефростомию. Это пациенты в тяжёлом соматическом состоянии, то есть пациенты, которым не показано дробление. То есть противопоказания тоже, к сожалению, есть. В тяжёлом соматическом состоянии это что значит? Это сопутствующая патология сердца, то есть когда надо избавить человека от камня, то есть он именно нарушает функцию почек. То есть это запущенный случай. То есть, к сожалению... И тоже в любом возрасте такая ситуация может случиться? По показаниям, да. То есть когда возникает экстренная ситуация, то да. То есть и в 80, и в 90 лет мы оперируем. Ну вот страшно, когда ты представляешь себе, что идёт камень по мочеточнику, который такой тоненький, маленький, что камень может разорвать. Такое бывало? Как правило, нет. В наше время такое не случается. До этого не доводится. Не случается в наше время. А как избежать этого, вот мочекаменной болезни или даже, это будет второй вопрос, а первый, что нужно делать, какую диагностику с какой регулярностью проводить, чтобы понять, что у тебя ничего нет или вот оно уже появилось? Можно ли заранее и нужно ли заранее что-то делать? Это, во-первых, должна быть предрасположенность, то есть достаточно, наверное, посещать участкового терапевта регулярно, проходить диспансеризацию, то есть это же направлено первичное звено, то есть банальный анализ мочи может показать, есть у вас проблемы в мочеводящих путях или нет. То есть если у родственников было, то есть наследственность и горячина, можно сделать УЗИ для себя, то есть УЗИ метод скрининговый, безболезненный, он тоже покажет наличие камней в почках, то есть или в песок, как говорят, да, то есть, ну вот, в принципе, этого достаточно. Ну, как правило, говорят, почная колика может случиться в любом возрасте, то есть за счет того, что недостаточный прием жидкости возникает, так называемые соляные колики, то есть человек абсолютно здоровый, возникают острые боли, когда отходят соли из почки, то есть, но при этом нет ни камней не выявляют, ни песка, то есть она однократно проходит, и человек дальше спокойно живет всю жизнь. Надо больше пить воды? Как правило, да, то есть потребление жидкости должно быть адекватно, это 25-30 миллилитров на килограмм массы тела, то есть для каждого своя, если нет, опять же, проблем с сердцем. Все посчитали. 25-30 миллиграмм на... Сколько у вас получилось, да? Миллилитров. Сейчас я с вами миллилитров. То есть и в зависимости еще от времени года, опять же. Летом чаще встречаются, да? Летом чаще, да, то есть когда начинают люди меньше потреблять жидкости, много теряют жидкости с потом, с дыханием, то есть моча более концентрирована, да, то есть где-то мочекаменная болезнь, и обострение почечной колики случаются чаще. Скажите, все-таки, вот в самом начале вы рассказали о том, что даже у детей она бывает, а вот на вашей практике самые ранние возрасты... Понимаете, я работаю во взрослой урологии. Ну, у вас же есть коллеги? Коллеги, то есть коллеги, да, то есть 8 лет. Ну, 18 лет уже есть. Да, да. То есть 18 лет уже оперировали, дробления были, то есть... Мы сейчас дошли до этого слова, которое я выудила из интернета сегодня, чтобы засунуть на тему нашей программы, заинтриговать тогда это слово «инконтиненция». Что это такое? И имеет ли это отношение вообще к нашему сегодняшнему разговору и встрече? Я думаю, да, но инконтиненция – это недержание мочи, то есть оно бывает разных видов, то есть непосредственно урологам интересная инконтиненция – это как стрессовое недержание мочи, которое проявляется у женщин. И очень часто женщины стесняются об этом упоминать, то есть достигая определенного возраста, они не упоминают это ни у гинекологов, ни у терапевтов, и тем более не обращаются к урологам. Думаю, что возраст такой пришел, этим не надо заниматься, и умалчивают. Тут ведь надо еще говорить не только о гендерном присынке, почему у женщин чаще? Наверное, потому что анатомия такая. Сфинктеров у мужчин на один больше. Совершенно верно, да. То есть у мужчин чаще бывает задержка мочи, спускание с возрастом, когда вырастает аденома, то есть простата увеличится. А у женщин за счет того, что идет ослабление мышц, так сказать, тазового дна, изменяется угол шейки мочевого пузыря, и происходит неудержание мочи при напряжении. С возрастом? С возрастом, да. В каком возрасте такие патологии развиваются? Как правило, это зависит еще от характера работы, это зависит от... Сидячий образ жизни, да? Роды, то есть сколько было родов, тяжелые родов. Чем больше родов, тем больше опасности. Да, то есть, и опять же, причины до конца не изучены. То есть возраст, как правило, может начаться после 35, и чем старше, тем чаще встречаться это заболевание. Вот опять же, попытаюсь объяснить анатомию, если говорить про количество сфинктеров, если я правильно помню за анатомию, то у мужчин первый сфинктер, это, скажем так, пристательная железа, это мышцы тазового дна, ну и, собственно говоря, мышцы мочевого пузыря, назовем так, да? У шейки мочевого пузыря, да, у женщин, вот эта шейка пузыря и мышцы тазового дна, соответственно, совершенно понятно, что происходит после там каких-то тяжелых родов, а еще есть, и когда-то еще есть эпизиотомия, перенеотомия, здесь, наверное, нормальная иннервация, может быть, и нарушается, и вот такое, что не может возникать. Это непонятные совершенно сейчас диагнозы звучали, это что такое? Ну, когда приходится нашим коллегам, там, кушерам-гинекологам, там, подрассекать при крупном плоде, скажем, мышцы промежности, наверняка могу предположить, могу предположить, что нарушается, ну, может быть, как-то снижается их тонус по следующему, и нарушается их, может быть, иннервация и функционирование. Ну, вот нам сейчас, может быть, Алексей Витальевич подтвердит, что пациентки, прошедшие при родах вот такие процедуры, когда было вмешательство, они более подвержены. То есть, да, есть такая статистика, ну, и сами по себе тяжелые роды, то есть, они способствуют тому, что идет ослабление соединенных тканей в тазовом дне и идет опущение. Но самое плохое, что женщины это скрывают. С чего вы начали? К чему это приводит? Прежде всего, снижаться качество жизни. То есть, качество жизни – это все. То есть, для мужчин, если при аденоме качество жизни снижается за счет того, что приходится ночью часто в туалет вставать, у женщин же наоборот. То есть, это постоянно думать, менять специально прокладки урологические, то есть, или повседневные. То есть, сырость, запах, опять же, то есть, женщины очень комплексуют и замыкаются в себе. Ну, почему скрывают? Наверное, может быть, понятно. А надо сказать, а есть ли смысл не скрывать? Что сделать-то можно в этой ситуации? Нет, вот именно при стрессовом держании мочи есть щадящая операция, которая помогает восстановить угол наклона мочеиспускательного канала у женщины и тем самым решить проблему. А вы не сказали, Алексей Таевич, или я прослушал, что такое именно стрессовое недержание? Стрессовое подразумевает недержание мочи при напряжении. Это может быть смех, кашель. Повышение внутрибрюшного давления. Да, совершенно верно. В ситуации, когда ты должен вроде бы радоваться или не испытывать никакого дискомфорта, а вызывает такое... Подъём чего-то, может быть, да. Да, да, да. Любая физическая нагрузка приводит к тому, что моча не удерживается. То есть, можно сделать операцию в этом случае? Всегда операцию? Как правило, да. То есть, на ранних стадиях, возможно, лечебная физкультура, она помогает, то есть, направлена на укрепление мышц тазового дна. То есть, она даёт положительный эффект, но это только на ранних стадиях. Как правило же, к нам пациентки уже поступают с тяжёлой формой недержания мочи, и мы, в принципе, всех оперируем. Эта операция тяжёлая? Операция, как говорят, простых операций не бывает. Операция несложная, то есть, делается всего лишь два небольших надрезика на внутренней поверхности бедра, и один надрезик со стороны влагалища для того, чтобы провести специальную синтетическую петлю. Слинговая операция заключается в том, что проводится специальная петля. И реабилитационный период длительный? Реабилитационный период ограничения тяжёлой физической нагрузки до двух месяцев. Пациентов мы обычно выписываем на 4-5 сутки. И всё? И всё, да. И проблема решена? Проблема решена. А может она вернуться, эта проблема? Как правило, нет. И ещё и не возвращается. Главное сказать доктору, правильно? Обратиться. То есть, главное обратиться активно, это выяснять, это обращение к коллегам, гинекологам, терапевтам, спрашивать, есть ли проблемы. Я напомню, что у нас в гостях Алексей Балдин, заведующий урологического отделения Кировской городской клинической больницы номер 6. Мы сегодня говорим о проблемах, связанных вот с этой, значит, областью работы медиков. Есть ведь не только стрессовые недержания. Какие ещё виды бывают и что при этом нужно делать? Нет, ну есть, у мужчины, если возникает недержание мочи, то, прежде всего, надо исключать уже запущенную стадию дном предстательной железы, когда идёт переполнение мочевого пузыря. Это тоже ургентная причина. Это тоже ваши пациенты? Да, 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 да. То есть это экстренная ситуация, когда надо срочно вызывать скорую помощь. Бывают смешанные недержания мочи, то есть когда есть компонент гиперактивности мочевого пузыря, то есть мочевой пузырь сокращается чаще, чем нужен, то есть тоже страдает от качества жизни, просто идут частые сокращения. Они, вопрос решается, как правило, назначением определённых медикаментозных препаратов, чтобы снять вот эти патологические сокращения. Есть недержание мочи, которое связано с неврологическими заболеваниями. Этим уже занимаются коллеги-неврологи. Ну, то есть прежде всего, человек, у которого не экстренная ситуация, которому вот сейчас не происходит что-то такое, но он чувствует дискомфорт начинающийся, нужно идти к терапевту своему. А терапевт уже будет направлять. Это если ещё только намёк. Да, потому что это может быть простая простуда? Нет, это может быть простая простуда, это может быть воспаление, опять же, мочевого пузыря, то есть при циститах точно так же. А циститы вообще все любят лечить домашними средствами? Ну, как правило, да. Посидеть в тёплой ванне, да, выпить травку какую-нибудь или вообще какое-нибудь там престарелое лекарство, которым мама там лечилась когда-то, они до сих пор есть в аптеках. Это нормально? Понимаете, можно самолечением случай запустить и уже из острого состояния случай перестёт в хронический. То есть всё-таки лучше обратиться к специалисту, даже банально к участковому терапевту, то есть к первому звену. И пользоваться современными методами. Да, конечно. Вот мы поговорили про недержание всё-таки, достаточно, на мой взгляд, часто встречаются одному простаты. И этим страдает, естественно, мужчина. Тоже стесняется, между прочим, этого. Ну, вот тут, вы знаете, здесь как раз многих мужчин жизнь заставляет обращаться, потому что одному простаты, она приводит как раз к задержке мочеиспускания. Здесь можно даже столкнуться. И вот мы сталкиваемся в практике. С разрывом? Это как сопутствующее заболевание, ну, переполнение мочевого пузыря. То есть, да. И приходится помогать, в общем-то, эвакуировать мочу. Ну, всё-таки вот хочется спросить, а что приводит к одному простаты? И когда вовремя, как заподозрить, когда вовремя обратиться, чтобы, ну, как-то вот до крайности-то не доводить? Значит, одному, она, в принципе, возникает у всех мужчин. То есть, в связи с изменением гормонального фона, снижением уровня тестостерона, это основной мужской половой гормон, начинает увеличиваться пристательная железа. То есть, назовём так, в мужской менопаузе это возникает у всех, да? Да, да, да. То есть, и постепенно, потихоньку, постепенно одному увеличивается. В возрасте 50-55? Бывает и раньше, то есть, вот с коллегами, мы разговаривали с московскими, мне говорят, в принципе, вот когда брали биопсию, то есть, это кусочек предстательной железной исследовании, то аденоматозная ткань уже выявляется в возрасте 30. Просто предстательная железа не увеличена. Когда же обратиться надо? То есть, в принципе, когда есть первый звоночек, а это именно, когда человек начинает вставать более одного раза за ночь, то есть, один и более. То есть, когда днём учтятся мочи и спускания, когда он отмечает, что ухудшается напор струи, то есть, это первые звоночки, когда надо уже идти. К урологу? К урологу, именно к урологу. А скажите, пожалуйста, вот у вас в больнице как бывает? Только через терапевта, через поликлинику или можно напрямую записаться? Нет, почему? То есть, пожалуйста, к специалисту можно напрямую записаться. Со своими жалобами, если вот они есть те, которые мы сегодня перечислили, обсуждали, напрямую к урологу записаться и прийти. Всем абсолютно или как? Или по прописке? Нет, почему? То есть, жители города и области могут записаться через электронную регистратору на приёме и получат квалифицированную помощь. То есть, без направления просто прийти с своими жалобами, будут осмотрены и назначены обследования. А какой процент примерно кировских пациентов, пациентов из области, вот, проходит через ваше отделение? То есть, у нас получается примерно 10-15% это пациенты, которые поступают из области с экстренной урологической патологией. Вот если раньше было, да, пациенты города Кирова, они всё-таки в большей степени, да, вот когда до реорганизации это была, там, шестая, там, и тогда это была третья городская больница, сейчас девятая городская больница, а пациенты областные были в областной больнице, то сейчас, в общем-то, в большей степени, и вы областных тоже принимаете? Да, конечно. И, кстати, могу сказать, что, если раньше было мнение, что вот надо точно в областную, то сейчас, если мнение примерно разделяется, и, в общем-то, каждый считает, что вот в чём-то вот именно хороши, либо в областной, либо в шестой горбольнице, и достаточно высокий уровень. Вот я, кстати, недавно, не так давно был в Иваново, и всё-таки мы смотрели организацию, там, травматологической помощи, ну, и в одной из больниц у нас мой коллега говорит, ну, я вот тебе хочу вам отделение показать ещё, и он привёл меня в отделение урологическое, там, как раз, там, закончилась операция, вот, по удалению камня, вместе они оперировали с коллегой, там, из Германии, вот, всё оборудование стоит, вот, у них, там, операционное оснащённое, там, несколько, да, отремонтированное отделение, просторное, как ваше такое же, они мне рассказывают, что к ним приезжают оперироваться не только там из России, да, мне тут так было приятно, я говорю, да, да, я знаю, как это вот, и приезжают ещё оперироваться, и из, ну, назовём так, даже из Европы, вот, иногородние у вас есть? Да, то есть у нас пациенты звонят, обращаются, то есть, в принципе, таких пациентов мы не отказываем, то есть, они получают бесплатную помощь в системе территориальной программы обязательного медицинского страхования, то есть, большинство всё-таки едут, наверное, с севера, это Коми, Усинск, Ухта, Глазов, то есть, вот, ближайшие области, то есть, обращаются и... Всё-таки, почему мы начали говорить про этот рептор, всё-таки этот аппарат есть, наверное, не в каждом урологическом отделении, даже в наше время, это такой, как бы... Это аппарат, который дробит камни, да? Да, да, даже этот и... Мы говорим. Это очень хорошо, я не бывала у вас, надо побывать, кстати, в гостях, потому что Курдюмов всё знает и всё видел. А мне после таких рассказов тоже очень интересно, как это всё происходит. Большое ли у вас отделение, на сколько коек, сколько одновременно принимаете пациентов? Отделение у нас развернуто на 65 коек круглосуточного стационара и 8 дневного стационара. То есть, целый этаж просторный. Да, то есть, отделение большое, чистое, в 2012 году сделан капитальный ремонт, есть палаты повышенной комфортности, то есть, по желанию пациента, они могут быть туда определены. Это на одного человека? На два человека? Палаты на двух человек, да. А сколько специалистов работают в вашем отделении? Что это за люди? Какой квалификации? Постоянно у нас в штате числится 10 врачей-урологов, большинство имеют высшую квалификационную категорию. Вот где все урологи, а мы все с вами искали. Есть также еще врачи, которые внешние совместители, то есть, это доктора, которые дежурят в ночное время, в праздники, выходные, то есть, они работают в других медицинских учреждениях города Кирова, но совмещают у нас. Это все молодые люди? Какой у вас средний возраст? Вы потому что очень молодые выглядите. То есть, да, у нас коллектив достаточно молодой, то есть, от 29 до 59 лет. То есть, хороший такой, да, 35-45, это да, это хорошая такая золотая середина. У людей есть желание учиться, то есть, есть энтузиазм работать, то есть, это неплохо. То есть, вы посещаете, отправляете своих специалистов на семинары, на конференции. Да, то есть, обязательно, всероссийские съезды урологов. Дмитрий Александрович, ты о чем говорил, что в Иваново приезжают прямо иностранные врачи, немцы, и у них такая кооперация, они вместе оперируют. Я тогда понимаю, почему из-за рубежа приезжает пациент, потому что есть куда направление. Несколько дней назад тоже приезжал доктор из Испании, это всегда обмен. Траматологический? Двухсторонний, да, он консультировался. А в связи с чем он вас консультировал? Это обмен опытом, это нормальная практика, я думаю. Это вы пригласили? Да, мы пригласили доктора Мартинес, тот, кто занимается как раз протезированием. Он с пациентом согласился, да, он проконсультировал, поучаствовал в предоперационном планировании и, в общем-то, побыл в операционной. То есть, у тех пациентов, кто не возражал, это нормальный обмен опытом, каждый раз чего-то там, ты получаешь то же самое, вот в любой профессии. Если ты замкнут в каком-то пространстве и не общаешься, ты останавливаешься, это совершенно верно. Взгляды в медицине пересматриваются буквально каждые 3-5 лет, то есть, новые технологии, новые методы, то есть, от старых отходят, есть какие-то ошибочные методики лечения, да, то есть, надо обмениваться опытом. А какие планы впереди? Впереди всё-таки освоение более, операции более масштабных, в том числе эндоскопических, то есть, на дворе 21-й век, хотелось бы людей оперировать, чтобы они более быстро возвращались в строй, то есть, восстанавливалась трудоспособность, то есть, операции щадящие. То есть, это эндоскопические операции. Для этого нужно что? Для этого нужно желание, то есть, желание врачей учиться этому. Желание врачей учиться, то есть, определённое оборудование, то есть, у нас... Желание руководства клиники приобрести определённое оборудование. Поверить в коллектив. Да. То есть, мы в этом году уже освоили, то есть, принципиально новую операцию. Судя по тому, что, да, Алексей Ютаевич у нас сегодня здесь, главврач верит в коллектив. Да, вот, не сомневаюсь. То есть, в принципе, да. То есть, освоение идёт, ведём веро на управление, то есть, есть определённые проблемы, но они решаемы, то есть, администрация контактирует с врачами, идёт навстречу, то есть, за это большое спасибо. Да нет, здесь можно ругать администрацию, я не расскажу, сейчас сказать, скажите, что надо купить. Нет, сейчас, правда, те времена, когда все считают деньги, есть механизмы чего-то приобретения, но тут надо, скажем так, доказать, что это будет точно востребовано, и оно будет, ну, скажем так, положительный опыт будет тиражирован там, ну, и я думаю, что... И мы захватим там ближайшие республики, да, тогда точно это у вас появится. Ну, Алексей Витальевич правильно говорит, обоюдное движение, когда руководство увидит, что растут врачи, и они готовы работать на этом оборудовании, тогда и оборудование должно появляться, и это, конечно, совершенно правильно. Скажите, справляетесь ли вы с тем потоком пациентов, которые обращаются, которым требуется такая помощь? Да, есть ли очередь? Нет, есть определённые проблемы, да, потому что работаем на город-область, часто бывает, что... Пациентов много? Пациентов очень много, то есть выполнение планов всегда идёт больше, чем на 100%. Вот, знаете, хотел задать вопрос, всё-таки в конце всё равно планировал, вот, каверзный. Вот мы ощущаем проблему реабилитации, и об этом говорили, реабилитация есть после каждой операции, да. Скажите, а если вот на какое-то выстраивание системы реабилитации ранней, послеоперационной, с учётом того, что у вас малоинвазивная всё-таки хирургия, она без, ну, часть хирургии без, скажем так, разрезов, да, вот система реабилитации, она бы помогла вам увеличить поток в вашем отделении, скажем, да, оборот койки? Да, оборот койки, конечно. Потому что мы... То есть это мы имеем в виду, что как пациента раньше выписываешь из этого отделения, и он переходит в отделение реабилитации или в другую клинику? Да, то есть или амбулаторное звено, опять же, тоже, к сожалению, в Кирове тут есть проблемы, то есть урологов не хватает в клиниках. Ну, вот, может быть, для информации, мы вот недавно общались с Игорем Фёдоровичем Набатовым, да, гериатрический центр, они планируют на новом уровне заниматься ранее послеоперационной реабилитации, может быть, они... Может быть, вы найдёте какую-то операцию в точке соприкосновения. Спасибо большое. Мы сегодня говорили с урологом и о том, когда и как быстро и куда идти к урологу с Балдином Алексеем, заведующим урологического отделения Кировской городской клинической больницы номер 6. Хирургом, что очень важно для Дмитрия Курдюмова всегда, конечно. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Надеюсь, мы были полезными сегодня. Дмитрий Курдюмов. И Светлана Занякова. До свидания. До свидания. Слушайте Доктора.